Ломать не строить. С этим утверждением полностью не согласны строители, которым выдалось разбирать недострой в новом городе. Так и невоплощенный в реальность проект стационара больше 30 лет считается одним из самых опасных объектов Ульяновска. Здесь неоднократно гибли дети и подростки. Часто собирались сомнительные компании. Поэтому местные вздохнули с облегчением, когда объект Насурова начали разбирать. Что СССР, застройка, стойкость бетона, то есть все сделано на совесть в СССР. Поэтому 10 человек в данный момент на данном объекте работает и 2 единицы техник, то есть автокран, автовышки. Десятиэтажный недострой – здание специфическое, как говорят сами подрядчики. Чтобы снять бетонные плиты с верхних этажей, пришлось задействовать кран грузоподъемности 100 тонн. Примерные сроки завершения демонтажа – конец зимы. Сам земельный участок продан Ульяновской строительной компанией. Планируется, что на месте позже построят ЖК. Губернатор поручил разработать несколько вариантов проекта, включая детские площадки, парковки и прогулочные зоны. У нас целый годостроительный совет создан, как раз, для рассмотрения таких масштабных проектов. Чтобы все было сбалансировано, чтобы людям было удобно и комфортно жить. Обязательно нужно предусмотреть парковочные места. Вы знаете, какая проблема в целом сейчас. А вот от недостроенной облукова практически не осталось и следа. Металлические конструкции сняты с крыши, разобраны элементы стен. Сейчас подрядчики вывозят строительный лом на специальную площадку. Всего демонтировали и вывезли 2000 тонн металлоконструкции и 3500 кубов железобетона. Демонтаж всегда сложнее, чем монтаж. По той простой причине, что при монтаже, когда человек монтирует конструкции, он может испытать на земле эту конструкцию, проверить прошлость крана. При демонтаже это уже нельзя делать. В целом в Ульяновске мэрия насчитала 86 недостроев. По ним составлены дорожные карты, а специалисты ведут переговоры с собственниками. С теми, кто не заинтересован в завершении строительства или поиска путей решения проблемы, будут решать вопрос через суд. Анна Тищенко, Управда ТВ